Иное измерение русской культуры Николай Георгиевич Галин, Михайловский Мамед Читает Евгений Бразов-Бружковский Ведь это Мамед! Мамед! Два молодых офицера останавливаются на грязной улице Харбина, а к ним с стремительностью южанина бросается окликнутый кавказец. Ваше благородие! Отцы родные! Дела нет ли? Ты как тут? Радостное лицо кавказца делается сразу мрачным. Он кричит с отчаянием и как бы с упреком. Как я тут? Я домой еду! Вот до чего дошел! Паспорт жандармский полковник уже отправил на станцию Маньчжурия, а теперь и сам еду. Что будешь делать? Был богатый человек Мамед, тысячи имел, а теперь вот... Мамед быстро вынимает и показывает три сотеных. Триста! Все деньги и больше нет у Мамеда ни по лужке. Вы сами видели, какие гурты гонял Мамед. Куда же девались твои деньги? Куда? Куда? Тянет Мамед и безнадежно смотрит черными глазами, точно следит за исчезнувшими деньгами. Он вытирает грязным платком пот с лица и говорит просительно, отгоняя печальные мысли. Будьте отцами! Дайте мне опять человеком сделаться! Какое дело? Какую работу не дадите? Мамед все вам сделает! Да ты сперва скажи, куда ты деньги свои девал? Куда девал, нехотя говорит Мамед. Рассказать так не поверишь. И Мамед с печалью в голосе продолжал. Скотину в Монголии покупали, ну гоняли на железную дорогу, ну пригнали. Чума! Какая чума! Туда-сюда скот отобрали, паспорт отобрали, домой поезжай. Ах, я вас очень прошу, будьте отцами, пожалуйста, дайте дело. Так ведь ты же сам говоришь, что твой паспорт уже отправили. Что паспорт? Вот и билет уже купил. У хороших людей и без паспорта можно работать. Билет продам. Положим, что и так, только нет ведь больше работы, Мамед. Какая теперь работа? Мир! Мир! Упавшим голосом спрашивает Мамед. Мир! Ах! Мамед обеими руками хлопнул себя поляшком и судорожно, горячо, тараща свои черные глаза, заговорил. И скажи ты мне, пожалуйста, какая это война? Китайца не тронь, японца не достанешь. Откуда пользу взять бедному человеку? Какие люди приехали? Настоящие, благородные, из каких фамилий? Бедные только. Хотели поправиться. Эх, что будешь делать? Он безнадежно махнул рукой, пошел было прочь, но возвратился назад и с горечью заговорил. Вы мне как отцы родные были, и я вам всю правду скажу. Действительно, покупали скотину, только не в Монголии. Здесь покупали. Около Эршидиадзе. Ничума комендант из Эршидиадзе в тюрьму посадил. Не правда, что без денег покупали, что кинжалом в бок китайцы впыряли. Деньги платили. Мало плазили, правда. Другие ничего не платили. Посадили нас, и по всем признакам душа моя выходила нам смертная казнь. Слава Богу, защитник хороший попался. Вместо смертной казни домой ехать. И паспорт полковник на станцию Маньчжури отправил. Там и получим его, и сами сейчас едем. Прощайте, ваше благородие. Не будет больше Мамед гонять вам гурты. Что будешь делать? Терпеть надо. И уже спокойно деловито Мамед кончил. Как бы поезд не ушел. Прощайте. Мамед подобрал полы своей черкески и в припрыжку пустился к вокзалу, озабоченно выбирая на дороге по суше места. Читано по изданию Николай Георгиевич Гарин. Полное собрание сочинений. Том 7. Петроград. Издание «Товарищество. Маркс». 1916 год. Продолжение следует.